давайте посмотрим тогда итак ребята мы сейчас будем с вами смотреть видео за который мне заплатили 10 тысяч рублей еще раз говорю 10 тысяч рублей как сказал скиф там такое дело вот слушал твою историю когда у тебя появится чувство самовыраженного собственно мы смотрим для чего ребят три минуты всего лишь надо потерпеть зачем 10 тысяч платить там есть говно что ты с ним сделал видео я я не знаю если это донатер откуда у него столько денег чтобы это донатить и зачем сколько видосу лет 11 дней 11 дней до до 11 дней донатер я жду объяснений я реально жду объяснений потому что я вообще не понял зачем что делать хэштеги чекни хэсу стрим зисус казахи актеры что это ли что это за бред я не знаю что это было зачем мы это посмотрели зачем мы это посмотрели за 10 тысяч рублей я напоминаю всем привет я отправляюсь до подружу нацистов я буду охотиться за нацистами ребята за украина если тебя подписчик вроде меня случайно встретит в амстергаме а почему случайно в кавычках если случайно в кавычках то я против если это случайно реально случайно то не против и планировать и планировать и планировать и планировать там же найти дитлера вот в этом мне поможет кстати один хороший человек которого зовут сергей белобрысов сейчас я вам его покажу а вот и он да ребята это так он выглядит он мне будет помогать в этом но если вы хотите мне помочь подписывайтесь на канал и ставьте лайки и тогда я как можно быстрее это все это что за смертельные файлы я сам не знаю пришел человек начал донать мне по 10 тысяч заставлять я не знаю я не могу это вырубить мне надо смотреть до конца потому что человек задонатил 10 тысяч рублей а у меня есть условия если человек донатить донатит 10 тысяч и ссылку на видео я смотрю это видео все это все шорцы все мы посмотрели надеюсь донатер доволен и второе видео которое к сожалению нам тоже придется посмотреть она недолго две минуты это опять вот это с детьми я не понимаю что происходит ребята даже не спрашивайте я хэзэ мне просто дали денег один час назад видео залили я не знаю он там сидит давай-ка проверим че смешного ты давай-ка ты сейчас я не смешно совсем он спит это она спит это твой брат спит брат спирит мяч ну хоть не брит надо забрать этот мяч нет я взял этот мяч нет генри синус какой синус зачем это все записывать зачем это выкладывать в интернет зачем вообще это донатить за 10 тысяч рублей заставлять меня смотреть у меня куча вопросов на которые ответ я наверно не получу никогда просто зачем вспомнив себя в ноль лет да я записывал такие видосы когда мне было ноль лет окей окей но я не выкладывал это в интернет их не найдешь они были на моих телефонах сименс и так далее там они остались где они сейчас не знаю их уже не существует к сожалению было бы конечно забавно сейчас их посмотреть вспомнить каким дал я был но как же хорошо что у меня не было интернета просто ужас я помню как записал одно видео уже когда был интернет я тогда решил записать видос тогда еще когда все это знаете тема с абдула веры была бибаран вот это всякую многие вообще даже не понимают о чем сейчас говорю но давным давно в интернете была некая группировка абдула вера так называемая вот я в не тип состоял я тогда решил по приколу записать видос причем на камеру чтобы вы понимали я сел включил веб q такой смотрю на себя думаю дец какой ужас не надо что-то сделать короче но я посмотрел с рукой дрыщ сидит я встаю надеваю на себя куртку зимнюю такой пуховик здоровый сажусь короче опять перед камерой смотрю короче ну как дебил выгляжу в куртке и я кое-что придумал я записал это видео я не помню что я там говорил какую-то чушь нес я записал это видео и потом в редакторе в sony вегасе предположим я поменял яркость короче я все выкрутил таким образом что там не видно моего лица не видно почти не видно моего тела только но получается как называется господи а давно в россии не был на русском языке уже забыл как разговаривать силуэт типа до силуэт то есть там было непонятно что я сижу в пуховике то есть там не было видно что я сижу в какой-то куртке там просто какой-то силуэт что-то голова какая-то глаза у так светится и я говорю а я еще и голос поменял вот я сижу так что там это рассказываю выкладываю это видео в интернет и она начинает понемногу набирать просмотры представляете был наверное 2010 год и потом мне в личку приходит сообщение от какого-то левого вообще человека от какого-то чела который взял мое видео сделал скриншот зашел в какой-то редактор и выкрутил настройки яркости в обратную сторону и он мне просто скидывает скриншот где сижу я видно мое лицо я сижу такой в куртке я я такой по и мой как короче вот мыл строй вот этот мем момент где он вот вот я также просто такой пей ту же захожу в удаляет это видео просто все удаляю удаляю канал и больше я не возвращался на youtube до 2012 года я тогда обосрался меня с дианоне или за пять минут решилась 10 кусков среди 5 час назад заберите у детей дед не они донатит вот фотка есть нет этого всего уже нет хотя может быть она где-то в интернетах гуляет вот просто представьте мои я там значит все так настроил выкрутил какие-то там настройки в sony вегасе чтоб там меня не видно были тут не просто скидывают мою фотографию где меня видно я вообще не понял как у него это получилось я просто сидит такой дебил пуховики школьник вот это примерно такая же херня то за что стыдно потом в будущем будет этим детям я не специально если вы вдруг когда-то лет через десять а я уверен вы увидите это посмотрите меня за это хейтить не надо я тут ни при чем меня заставили буквально десять тысяч рублей я на вас только вот только что бабки поднял 20 тысяч получается вот где родители где родители почему они в какой-то квартире где нет никого хрена на работе с такими детьми должен кто-то сидеть они какие-то вообще не управляемые не я понимаю что пока пока ничего тут такого не происходит но есть такое ощущение что им надоест снимать видео и заниматься тем чем они занимаются и они захотят чего-то более жесткого я имею ввиду что-то сломать я помню когда еще тоже был питьком часто гулял сегодня на стриме твоя бывшая настя сказала что ты врешь на стримах провизу талантов и ты реально женился на линии чтобы получить гринку но не себе вот это да нет так я ж на байда не женился чё за спасибо за 120 рублей так вот более гуляя значит и что я вижу как какой-то юг с окна швыряет посуду просто тарелки с пятого этажа вот так вот как я не знаю как эти летают по улице и падают просто на дорогу нормально нет и люди стоят такие смотрят один дома вот кстати возрастом как примерно вот эти вот на видосе что зависла а а а это были удачные дубль ладно ну привет simus как те дела сам как по-моему это удачные дубли каждое действие думаю творил какую-то ну да блин естественно это дети да вспомните да вы сейчас такие же скорее всего такого же возраста что с тобой да и ворк спасибо алёша в новый год все наконец нет